Всех приветствую, с вами интернет-магазин antelife.com.ua Перед вами модель iOcean XM HD, сегодня буду записывать для вас обзор. Небольшое предисловие, записывал уже распаковку, сможете посмотреть по ссылочке, которая появится сейчас у вас на экране. А сейчас сделаю для вас полноценный видеообзор. По корпусу добавлю, что у меня нет никаких нареканий, корпус отличный, матовый пластик, качественный, ничего не хрустит, не трещит. Спереди стандартно все, есть фронтальная камера, динамик, есть индикатор пропущенных звонков, три сенсорных кнопки. Этот смартфон компания iOcean выпустила, наверное, для наших сложных времен в Украине, с нашим курсом доллара. Это такой себе бюджетный смартфон, цена его в Украине будет составлять примерно 160-165 долларов. И я вам скажу, очень недурно производитель оснастил свою модель за эти деньги. И я думаю, очень многим понравится и очень многие будут пользоваться этим смартфоном. Начинку давайте посмотрим в программе Antutu. Набирает эта модель 17000 баллов. Это хороший показатель для бюджетного смартфона. Это значит, что современные игрушки будут абсолютно легко запускаться и можно будет играть с наслаждением. Здесь четырехъядерный процессор MTK6582. Здесь HD разрешение экрана 1280 на 720. 28-мегапиксельная основная камера, вот эта, и 5-мегапиксельная фронтальная камера. Своей памяти у смартфона 1 гигабайт, встроенной памяти 4. Этого маловато, поэтому я использую карту памяти, с которой смартфон работает корректно. Все игры, все программы, фильмы, точнее игры и приложения большие с большим кэшем запускаются, устанавливаются на эту карту памяти. Процессор четырехъядерный с частотой 1,3 ГГц. Графический ускоритель Mali-400MP. Это значит, что эта модель будет лучше работать с играми, во-первых, за счет разрешения, во-вторых, за счет лучшего графического ускорителя, чем в MTK6589 и даже в 89T. Мульти-тач, давайте посмотрим, сколько точек касания, а их здесь 5, через Antutu Tester. Также я вам чуть позже покажу тест аккумулятора. И какие же датчики есть в этом смартфоне, давайте посмотрим. Стандартно все GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, приближение, датчик освещения. Вспышка в этой программке запускать не буду, потому что виснет он на этой программке во время вспышки. Вспышка довольно-таки средняя, ничего особенного нет. Есть гироскоп. В противовес такой модели, как iNew V3, скажу, что этот смартфон не имеет NFC-технологию, однако он отлично работает с OTG-кабелями. Можно подключить флешку, мышку, клавиатуру, то есть это все без проблем. Что касается прошивки. Прошивка в iOcean всегда была более чем надежная, более чем адекватная. Ничего мы не прошиваем, то есть они приходят с завода к нам с русифицированной прошивкой 4.2.2 Android. С предустановленным Play Market, с Google сервисами. То есть здесь все без проблем, все в порядке. Когда впервые я взял и включил эту модель, я был, если честно, очень положительно удивлен тем, что смартфоны с Full HD экраном, тот же iOcean X7 Elite, тот же сейчас который 8-ядерник iOcean X7S, эта матрица абсолютно не проигрывает. То есть здесь очень насыщенные цвета, классные углы обзора, действительно классный экран. Здесь IPS и OGS, это значит, что воздушных прослоек здесь просто-напросто нет. То есть экран визуально как бы поднят вверх и изображение имеет максимальный углый обзор. Если говорить о бюджетности или небюджетности матрицы, я могу лишь сказать, что да, это не самая лучшая матрица, так как на темных картинках, вот на таких вот по диагонали, немножко изображение светлеет и сереет. На действительно классных качественных матрицах, там у ZTE, Nubi, у TCHL, T100S, у Zopa 998, ну это модели, которые свыше 3500 гривен стоят. Там все четко, там все идеально в этом плане. Но я считаю, что это абсолютно не проблема для пользования, для обычного стандартного пользователя. Не будешь же ты вот так вот смотреть на этот экран. Также я тестировал звук. Звук в этом смартфоне я тестировал через внешний динамик. Он довольно-таки громкий, сейчас вам это продемонстрирую, но особым качеством не блещет. То есть среднего уровня звучания, не могу сказать, что плохое, но не могу сказать, что хорошее. Стандартный нормальный звук громкий. Звук в наушниках тоже довольно-таки громкий, но сверх качества здесь нет. Тоже звучание на среднем уровне, но слушать можно. К ушному динамику, к разговорному динамику и к микрофону у меня претензий нет. В принципе, меня слышат хорошо и я тоже слышу отлично. Говорить о том, что будет этот смартфон воспроизводить любые форматы фильмов, что будет запускаться YouTube, это все бессмысленно, потому что процессор современный, хороший графический ускоритель, это все в принципе без проблем и даже не вижу смысла тестить. А вот как справляется бюджетник MTK6582 с HD разрешением, считаю нужным показать, поэтому давайте посмотрим парочку игр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С играми, в принципе, смартфон справляется нормально. Может быть, в Asphalt 8 немножко подглючивал, но, в принципе, это абсолютно не мешает нормально играть, стандартно проходить уровни и играть в удовольствие. Что касается аккумулятора. Аккумулятор я, как всегда, тестирую, обязательно делаю для вас полный тест. Значит, смотрим. Аккумулятор меня порадовал, показал он хороший результат. 513 баллов в Antutu тестере. Это такой нормальный результат. И 2 часа 17 минут с максимальным уровнем яркости, при максимальной нагрузке. Epic Citadel – это игра, это при том тесте, когда смартфон просто раскаляется от нагрузки. И обращаю ваше внимание на то, что диаграмма разряда аккумулятора, она ровненькая, нет скачков вверх-вниз, нет в конце пропастей. То есть, можно сказать, что аккумулятор хорошего качества, хорошо сделана прошивка под этот аккумулятор, и нареканий у меня по аккумулятору никаких нет. Что касается GPS, а GPS я тоже тестировал. Вот вам тест-скриншот через инженерное меню. Не могу сказать, что ловит он моментально. Немножко пришлось подождать. Ну, наверное, минут 5 он у окна у меня постоял. Потом я сделал скрин. В принципе, никаких нареканий нет. GPS, как минимум, просто должен работать. И трех спутников достаточно для обозначения точки на карте. А здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нормально. Еще меня порадовала камера. Здесь 8-мегапиксельная камера основная и 5-мегапиксельная фронтальная. Видеозапись идет в формате Full HD. Значит, видеофотки вам покажу поближе. Сейчас просто продемонстрирую. Честно, я действительно был поражен. Вот смотрите фотография, с какого расстояния. И вот я вам увеличиваю изображение. Вот все видно. Плюс на вот таких вот вывесках тоже будет все видно. То есть, я считаю, что это качество хорошее. Макросъемка. То есть, все четко, красиво. Цветопередача отличная. Мне понравилось. Теперь, в принципе, я закончил. Дабы подводить итог, скажу вам следующее. Дабы так расставить все точки над «и» для населения Украины. Вспомните, что такое 200 долларов было, когда курс был 8,3. И что такое 200 долларов, когда сейчас курс плавающий у нас около 12. Это было 1600 гривен и 2400. Что такое 1600 гривен? Что это было? Это был бюджетный смартфон. А теперь я вам говорю, что цена этого смартфона в Украине в наличии, а не под заказ из Китая, порядка 160-165 долларов. То есть, это по долларовым меркам, это действительно самый, что ни на есть, бюджетный смартфон на Android. На 4.2.2 Android. Теперь, что мы получаем за эти деньги? Мы получаем классный большой экран, 5-дюймовый. Мы получаем нормальный, адекватно работающий аккумулятор. Сносную камеру, которая делает как снимки хорошие, так и видеозапись отличную. Мы получаем хорошую производительность. То есть, ребенок или молодой человек сможет с легкостью поиграть в современные игры с максимальной графикой, не только во флеш игры, но и действительно в тяжелые, в гонки, в стрелялки, в бродилки и тому подобное. По надобности работает GPS, работает OTG, то есть, можно будет посмотреть и фильм с флешки, и подключить мышку, клавиатуру и тому подобное. Корпус. Мне нравится угловатый дизайн всех моделей iOcean. Корпус хороший, матовый, черный. В комплекте есть бампер. Бывают бампера черных, оранжевых, синих цветов. И тут я вот задумался о том, что какие минусы есть в этом смартфоне. А я, если честно, и не могу их сказать. К минусам я могу отнести, что звук средний у смартфона. Но, опять же, если сравнивать его с аналогичными моделями за эту же цену, а даже и с многочисленными моделями MTK6592, да и любым другим MTK смартфоном, звук на уровне. Звук как бы в MTK процессорах, по сравнению, допустим, с Qualcomm, звук проигрывает. Звук не такой качественный, не такой классный. Поэтому я, если честно, не могу сказать минусы этой модели. ОГС экран, классные углы обзора, тоненькие рамки, низкая цена. Что еще нужно, я не понимаю. На этом буду заканчивать. Хороший смартфон, обращаю ваше внимание, агитирую, что вот эту модель нужно брать. А, совсем забыл, что я хотел вам сказать. Я хотел вам сказать, что компания iOcean делает действительно классные смартфоны. Брак есть, но его очень-очень мало. То есть, по сравнению с теми же Zopa, с теми же Teichel, все на уровне. То есть, не судите, что если вы не знаете эту фирму, эту марку, то не судите о том, что это какой-то ноу-нейм. Нет, это классные, действительно, рабочие, заводские смартфоны, на которые, а, есть прошивки, б, можно купить запчасти. Имейте это в виду. На этом все, спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся, ждем новых видео. С вами был Александр, всего доброго. С вами был Игорь Негода.